Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Я и поселки в Крыму, кстати, знаю Ну ладно, неважно У вас какие-нибудь есть вопросы интересные? Нет, мне в Канаде ничего не интересует Да неважно, джи-локейшн вашего собеседника Кто где находится Мало ли я в Канаде вот нахожусь в командировке Например В принципе, какие вопросы задаете случайному собеседнику в рулетке? Ну, вы, к сожалению, не с Украины, поэтому у нас диалога не получится А, так вы... Я тоже по Украине хожу, а какие вопросы у вас к Украине? Вы живете в Украине? Ну, я жил в Украине раньше, да Прекрасно Тогда исторический вопрос, когда появились украинцы, вот, справчивые Я где об этом можно прочесть? Пожалуйста, я вам скажу точно Украинцы вы имеете, как этнос по-современному Или как... Как народ Как в 20 веке говорили, как национальность, правильно? В это вы имеете? Да, как национальность, да В 1910 году Ну, слава богу, хоть В переписи, я вам точно говорю, я это вопрос изучал досконально В переписи Австро-Венгрии впервые официально появилась графа Украинерс А раньше была графа Голицынерс Вот, этого... Для обозначения этого народа А с 10-го года они стали их называть Украинерс И раз это появилось в официальных документах То бишь в переписи Это официальный документ Значит, официально эта народность Так как она называлась, национальность Появилась вот в 1910 году А что, слава богу, а вы думали как? Ну, тут у нас в основном отвечают, что со времен Киевской Руси Ну, тоже украинцы отвечают по национальности Они любят преувеличить свой возраст Ну, так Хотя, хорошо ли это, плохо Некоторые, наоборот, считают, что когда народ молодой Он более способен к развитию Там, как американцы Кто? Только, только Украина способна сейчас к развитию Не спешите мы и так... Я причем к Украине Украина, это вообще гнойная отрыжка коммунистического режима Это пошло Тут тяжело поспорить Это мое коронное выражение Заходите на мой канал Там он и есть ролики Поэтому Дать вам название канала Есть желание заходить? Нет, нету же Мне неинтересно просто Мне ничего в Канаде Про Канаду смотрите А почему это Канада? Я вам мог не говорить, что Канада Это же интернет Нет, ну то, что у вас Не надо быть гением, чтобы увидеть, что у вас дневной свет Ну, так это правильно Молодец, хорошо сообразили Только вы перепутали, конечно, северное полушарие и западное полушарие Вот это вот ваша ошибка была Нужно было спросить западное полушарие, тогда вы были правы Да, здесь я совершил ошибку, да Думал об одном, а сказал другого Я понял Ну, хорошо, ладно Удачи вам Да, да, да Вот то, что ты меня Тебе подъебнул Во-первых, первый раз в Болтаву купил Какой-то российский блогер Мне было интересно Понимаешь, если человек Хотя бы, блядь, там Изучавший в начатке алжебры То корень из ста, да, двойное значение в любом случае Ну и все дальше Плюс на минус сам Да, так можно говорить, квадратный корень из ста Квадратный корень из ста Да, да А какой еще корень из ста может быть? Кровый? Ты что, дураком прикидываешься? Мужик, ну ты вроде как правильно размышляешься Из ста, какой корень бы это? Треугольный, блядь Назови мне хоть один треугольный корень Назови мне хотя бы один треугольный корень Или какой там тебе еще? Не бывает Поэтому, когда тебя спросили, корень из ста Когда тебя спросили, корень из ста? Это ты, когда в Болтаву выкупили, пидораса, блядь, оно ж тупое, блядь Оно правда тупое Я с ним общался Мы тупое, тупое Чего? Тупое, тупое Ты согласен, что он тупой? Ну да, но я там еще тупые Дикобразно Дикобразно Блядь, я зря наехал, да нормальный мужчина Дикобраз, они с Болтавой Можно я скажу, ну, вкратце, своими словами Я когда, ну, смотрел Прости меня, блядь, я, как бы, ну, житель Украины, блядь Ну, до поры, до времени, кроме второго паспорта, блядь От рождения, ну, третий паспорт Я русский, блядь Прости меня, пожалуйста А сейчас где? А сейчас русский И все прадеды, блядь И свой род я веду, ну, правда, неправда, но говорят Азлестанда Невска А чего я должен оказаться? В пользу кого? Понятно Ага? Понятно Ну, брат, вот, все такие, блядь, ну, больше 180, по 2 метра, блядь, нахуй И И Руками подковы мы гнем Я старее уже человек, наверное, такое, как ты, блядь Я могу на пляж Крутой задние сталь, то есть и девки мои И я их не разочарую, поверь мне Ну, я понимаю Ну, ладно, я, я верь, разбираюсь облогер Заходи на мой канал Заходи на мой канал Да я не вновь разбираюсь Я разбираюсь в истории У меня звание есть ты имеешь какой после чего ну который ленин я сказал 3 марта хорошо ладно здесь можно путаться это было все когда украина стал украины как геополитическое понятие это хоть любое у того народный был как такой всех юродивых едва боевых ссылать на украину был такой приказ скоропатский заключили заключил с поляками отдал отдал по украине тогда понятия не было территорию часть территории а украины не было а еще вам сейчас я уважаю вас вы не совсем так вот как все эти ванны на знакомо такое понятие эту ты блин к ты резин еще раз хотите же лопатки положил я вам даю ну почетно сдаться просто плохо славит я согласен то придумал первый концлагер ленин ленин или троцкий англичане англичане скажу 1 1900 год 1900 год 1900 год 1 англобурская война англобурская война я знаю как у арбюар да да было в юар взяли сначала и неправильно потом англичане бот нагут бурлотина сей башни а когда бурлобет голландцы не местное население башни кого-нибудь ладно я даже не об этом я даже не об этом у меня такую смешную опору вы курите на курить не я тоже можно закурить конечно а часто в каком городе за часто в каком городе в ростове не не вышли если вы вот такой драматный мужчина вы спросите а в каком ростове я живу то есть изначально если брать нашу все родословно наших князей на украинско-русских хотя украинцы представьте вы ярослава мудрого называли украинцем я думаю дыба это минимальный шоу ну или может быть вы будете карзанчим он объяснил бы вы бы ему объяснил что там вот так это тем более убил бы поверьте он тогда собирал бедняга что только не делал он братьев и вы ему сейчас расскажешь украинец в то время что я рассказываю что я рассказываю украины а не было украина это вообще гнойная отрыжка коммунистического режима заполни фраза я и круче музыка у меня вопрос к вам вас как зовут олег меня зовут олег меня зовут получше без отчества давай без отчества давай не хочу получить но не не ну пускай да я не хочу обидеть я просто олег васильевич если это правда знаете вы вот один из объединения который признает там что-то или еще что-то ну я не хочу вас обидеть когда говорю там ну я для я учился на фото но это не значит я умнее вас просто больше знаю на какую-то тему вы допустим рыбалки знаете больше а вы рыбалку любить охоту тоже не очень а баб баб люблю баб люблю ни один мужик не одержит когда я тогда пытаюсь ладно олег васильевич зла успеха кто кто ваши ты себя украинцам читает конечно крым чай вы же любите это дурацкий вопрос да не буду я больше вопроса ты нормально отвечаешь и ты не я не девочка и нет я не хочу секреты разводить этим участка же ты нормальный мужик скорее всего просто кое-что путаешь но это люди они человек им сложно ошибаться ты человек ладно давай заходи на канал извини я сначала наехал привычками лучше наехать чем потом пиздулей получить вот заходи на канал и заходи на канал и подписывайся потом ты там потом блять из кинешь skype и чуждо заходишь поговорим да поговорим по истории да почему угодно не обязательно по истории казахстана мы короче в этом закончили университет теперь работаем на кафе 3 мы изучаем историю советского союза ну пытаемся понять все тонкости все все узнаем но по истории советского союза я знаю можете 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 смотрите смотрите у вас был такой вопрос что алтай предложил к казахстану это правда какой-то не полгода может и принадлежал то правда спасибо что ответили спасибо что ответили до свидания я да небольшой блогер где живете я в туле живу а мы с вами не беседовали не вы тульский полицейский не полицейский но с вами мы беседовали такой вы в канаде или сейчас или где канаде начать у вас за это сегодня сеанс это слайд-шоу идет так для того чтобы спрашивали что привлекали внимание что постанавливали слайд-шоу этого харьков свой там да да харьков было сейчас харьков бывает и чень другое ставлю расскажите мне в харькова фича после великой отечественной войны это осталось там ну без старинного ну да харьков мало было разрушен процентов на вагнала он там три раза переходил из рук руки два раза процент если считать но немцы взяли эссе родила снова немцы взяли снова эссе родила два круга 2 там большинство городов так и белгород и пол воронежа так и что-то еще и воронеж там немцы это самое западная часть от реки да ну я тоже переходи полностью не взяли она тоже переходила как-то из рук у руки вот отчасти это наверно как правообережное получается если западная да ну да где-то так нагнету все равно понимаете там же даже если немцы брали наши отбивали там вот это потом немцы отбивали наши брали потом ну то есть они там поломать в харькове много чего должны я смотрел это немецкие фотографии когда-то там да что-то где-то мне пока папа папа но попадались харьков во время оккупации короче там ну там техника немецкая на этой на главной площади у меня есть ролик наберете харьков оккупированный под солдат со форчин ну просто харьков куперный найдете у меня это у меня вы наверное видели процентов 15 зданий было повреждено а чтобы полностью снесено там буквально единицы зданий это ж не знаю это самое вы хотите сказать что харьков меньше чем киев даже пострадал наверно в киеве целенаправленно взрывали здание там вот эти самые были партизаны об харькове целенаправленно никто не взрывал ни наши не немцы на фронтом несколько зданий заминирование было немцы они типа как бы уважение харькова выказывали потому что они одержали самую крупную победу на восточном фронте именно в харькове харьковская битва 42 года и где-то гим гиммлер когда приезжал харьков он читал толкал речь харьковского университете у меня тоже ролик есть про это а разве не не киевский котел был самый большой ну считается шахаром 5 5 5 армия окружили то она но там не все же попали в плен окружили потом отбили она называется в советской историографии харьковская катастрофа часто 42 год июнь ну просто 42 году там понимаете это ну как вам сказать уже после московского московской катастрофы для немцев это было стало победой там под харьковом они там смогли для нее разве для немцев победа наши историографы называли харьковская катастрофа это советская это советская фраза они немецкая потому что немцы как как камня немцы как как нож в масло прошли до до сталинграда поскольку три арнии были в плен взяты там армия бобкина еще кого-то то то есть не было сил сопротивляться особых ресурсов до сталинграда вплоть пока не подогнали резерв и то же самое даже до закавказе дошли и за у меня это моя учительница биологии в школе лиги герасимовна степаненкова она под харьковом к плен попала она была это я сейчас только узнал ну посмотрел по сайту подвиг народа она оказывается была это сан инструктор значит за град отряда 346 стрелковой дивизии и там под харьковом деревне большая дощица или как-то так короче вот они там она может большая даниловка не дощица там деревьев там написано в наградном я почитал вот и она после того как ее наградили она еще и плен попал ну вот как раз во время от этого ну айна из плена пришла она вернулась из плена нормально не они не ты сама не было у него проблем меня нет мему не арестовали за за плен нет ну наверное орден спас за то что наградили за это но и перед этим ведь наградили перед этим она получила вот вот орден ее как талисман вы это выступил многих арестовали как вам сказать вот не знаю это двоюродный брат моего деда он офицером плен попал сорок первом году под полтавой вообще и а его это в сорок пятом освободили я участка документам посмотрим я знаю что он плену был да вот я с ним разговаривал много раз ну когда он жив еще был ему там рассказать то нечего было плену и был плену ну вот сорок первых по 45 год но я посмотрел сейчас по документам его тоже никто он попал потом прям весь документ и фильтрационный лагерь там потом даже документ есть где это приказ наркомата обороны что ему но восстановить звание его лейтенант и потом направить какую-то воинскую часть его там направили и отправили в запас потом все понятно все зависит наверное от этих вот от особистов если человек нормальный особиста нормально для пленного решалась но вряд ли нет понимаете они это если они чувствовали что человек врет но понимаете там же они все равно проверять и там перекрестна там по косвенным каким-то то есть сотрудничал с немцами значит это если он не сотрудничал нигде не там не замешан в немецких картотеках не значится ни в каких там что он во власовскую армию не вступал ну чё его это все понятно поэтому как бы там особисты ну тоже же они были не то не что приставки эту сколько надо было пленных там посадить ну ладно хорошо значит еще раз повторяю харьков оккупированной наберете посмотрю посмотрите у меня как раз это у меня увидели это вот 42 года фотографии ладно приятно было встать заходите почаще на канал всех благ да дураковаляне разговаривают разговаривают почему же тогда утилитарном государстве правильно утилитарное государство правильно великобритания утилитарное государство германия утилитарное государство у них есть один они же передали 1922 году воронежской области а в 22 году львовская область где было в австрове их в общем-то всех и назвали русские потому что это глагол русский это какой чей отвечает и черный жопа мне не нравится черный жопа ты черно наверно зря шалел деникин хамов их надо было брозгать да плетьми а вот теперь не воинство не храмов мне наклевает а сердцу горько а 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 да а а а а а ну по концу а а а а а а а а Учить нас жизнь. Я благодарю вас. Карковская область не будет ни Донецкой, ни Гмоткой власти. Будет только Карковская власть. Молодые мне улица родная. И в небогоду дорога.